Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Приближается светлый праздник Пасхи и многие хозяйки уже подбирают рецепт традиционной выпечки для этого праздника – кулича. Сегодня хочу предложить вам очень вкусный кулич с кусочками яблок, изюмом и корицей. Готовится он очень просто, вымешивание руками не требуется, а результат, я уверена, вас порадует. Список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Я использую свежие дрожжи, поэтому раскрошу их в миску и добавлю столовую ложку сахара от общего количества. Также из общего количества добавляю несколько столовых ложек муки и молоко, которое нужно предварительно чуть-чуть подогреть. Хорошенько размешаю, накрою и оставлю в теплом месте минут на 20-25. Тем временем беру 2 яйца, добавляю к ним оставшийся сахар, соль, ванильный сахар, корицу и немного куркумы. Я беру примерно 1 третью чайной ложки. Вы ориентируйтесь сами, так как куркума разных производителей дает разную интенсивность цвета. Сюда же растопленное и остывшее сливочное масло и коньяк или ликер. Помним, что спирт улетучивается при нагревании. Хорошенько все размешиваю. Тем временем опара у меня готова. Перекладываю ее в яичную смесь и размешиваю. В несколько этапов, добавляя муку, замешиваю тесто. Оно должно получиться таким, довольно-таки жидким. Повымешиваю его ложкой пару минут. Готовое тесто накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. Тем временем очищу яблоко от кожицы и сердцевины и порежу его некрупными кубиками. Яблоко лучше брать большое. У меня примерно 250 граммов. В сковороду кладу кусочек сливочного масла и туда же отправляю яблоки. Добавляю одну-две столовые ложки сахара. Можно положить ванильный сахар и корицу. Теперь все нужно как бы обжарить, чтобы выпарилась лишняя жидкость. При этом внутри яблоки должны оставаться хрустящими. Ну вот, посмотрите, кусочки остаются плотными, но в то же время такими сглаженными. В готовое тесто выкладываю остывшие яблоки и предварительно промытый и обсушенный изюм без косточек. Аккуратно размешиваю, тем самым обминая тесто. Выкладываю тесто в две формы. Они у меня диаметром 13,5 сантиметров, а высотой 9,5 сантиметров. Конечно же, можно взять любые другие подходящие формы. Только помните, что тесто должно занимать не более половины формы. Далее накрою и дам постоять еще минут 30. После этого отправляю куличи в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Разумеется, время выпечки зависит от размера куличей и от особенностей вашей духовки. На готовность просто проверяйте деревянной палочкой. Остается только хорошо остывшие куличи смазать глазурью и украсить. Я использую желатиновую глазурь. Ссылку на рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу. Считается, что готовому куличу нужно дать постоять не менее 8 часов. Тогда он не крошится при разрезании. Посмотрите, какая получилась красота! Кулич очень мягкий, такой пружинистый, с нежной волокнистой структурой и особую прелесть этим куличам придают кусочки ароматных яблок, которые, кстати, остаются хрустящими. Количество яблок берите на свое усмотрение, ведь можно добавить и больше, что придаст выпечке еще большей сочности. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты не менее вкусной и оригинальной пасхальной выпечки. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!